Новосибирские общественники собираются инициировать прокурорскую проверку целевого расходования денег по областной программе «Отдаренные дети». По словам активистов, 200 миллионов рублей, предназначенные для поддержки домов детского творчества, неправомерно потратили на проект «Детский технопарк». Между тем, немногочисленные кружки технического творчества сейчас существуют практически на голом энтузиазме педагогов. И не только в Новосибирске, в некоторых городах их не осталось вовсе. Почему, расскажет Артем Шершнев. Картинг, авиа и судомоделизм, спелеология и археология. Дом детского творчества имени Володи Дубинина уникален. Здесь сумели сохранить все секции, популярные еще у школьников советских времен. Интерес к занятиям огромный. Подростки, получив аттестат зрелости, не хотят расставаться со своим увлечением. В этом учебном году даже пришлось изменить правила. Планку предельного возраста кружковцев подняли до 21 года. У нас есть благотворительный фонд. И благодаря благотворительному фонду, потому что, к нашему большому сожалению, мы финансируемся из муниципалитета. К нашему большому сожалению, на непосредственно учебные расходы муниципалитет не выделяет деньги. В целом же детское техническое творчество в Новосибирске в упадке. Подготовку педагогов дополнительного образования в области прекратили 23 года назад. Большинство руководителей кружков и секций – пенсионеры. Аналогичная ситуация и в Омске. Но есть одно существенное отличие. Областная станция юных техников получила статус федеральной экспериментальной площадки. Московское финансирование позволяет закупать современное оборудование, а дети занимаются бесплатно. Детей, конечно, стало больше. Потому что компьютеры – это хорошо, а вот дети приходят и с удовольствием занимаются, делают своими руками модели ракет, потом машины, самолеты. То есть дети тянутся к творчеству. Автомобилисты, допустим, участвуют в Пенсии России, в чемпионатах мира. Авиамоделисты участвуют в чемпионате России. Вот мы, ракетчики, участвуем тоже в МАКСе регулярно. В МАКСе – это авиакосмический салон. А вот в Томске технического детского творчества в классическом понимании практически не осталось. В городе инноваторов и студентов сделали ставку на развитие робототехники. Я вообще хочу сделать так, чтобы человек летал с помощью робота. Именно не с помощью какого-нибудь самолета, а сам мог летать. Финансируют занятия томские университеты. Фактически так местные вузы начинают отбирать для себя талантливых абитуриентов еще со школьной скамьи. Новосибирские общественники тем временем подозревают региональное правительство в нецелевом расходовании денег, предназначенных для поддержки технических кружков и секций. Бывший министр образования Новосибирской области Никонов, сейчас он руководит, да, собирается руководить технопарком, руководил АИРом, завел, в кавычках, 200 миллионов рублей бюджетных средств по областной целевой программе «Одаренные дети», которую якобы он выделял на техническое творчество, завел в так называемый детский технопарк. Активисты намерены инициировать прокурорскую проверку, чтобы выяснить, как именно были потрачены эти деньги. Артем Шершнев, Юлия Боброва, Алина Штарк и Антон Мамаев. Новости здесь, Новосибирск.